В Одинцовском округе выделено 783 участка для многодетных семей. В окрестностях деревни Полушкино счастливые обладатели сами разрабатывали землю с 2015 года. Хорошую подъездную дорогу ждали давно. Здесь была вот эта дорога, которая существует. Это старая деревенская дорога, которая была. Мы по ней ездили, а я съезжал к своему участку по дороге, которую машины какие-то прокатали. А от нее я сам прокопал, вырубил все, что осталось. Я своими руками себе дорогу сделал. Вот так мы и ездили. У Дениса пятеро детей. У его соседки Ольги трое. На своих новых участках работают с удовольствием вместе с детьми. Нам дали лес. Вообще лес. Мы начали, ну не мы, а вот все 60 участков наняли, чтобы нам хотя бы немножечко тут почистили. Вот. Ну, своими силами дети. Мы все вот приезжали, таскали пни эти, ветки. Теперь подъезжать к участкам удобно не только на машине, говорят жители. Летом здесь можно кататься на велосипедах. Глава муниципалитета навестил многодетных родителей. Осмотрел участки, оценил дорогу. Вместе обсудили планы на будущее. Знаки УДН поставим. УДН должны мы с вами согласовать, чтобы вы показали там, где они должны быть на самом деле. Сделали уже, вот вы видели, основание под детскую площадку, под будущую тоже. Это у нас такое домашнее задание на следующий год. Ну, и в целом готовы вам и дальше помогать, и содействовать. Андрей Иванов пообещал помочь с вывозом и утилизацией выкорчеванных деревьев. Рассмотреть вопрос по газификации населенного пункта. Взял на заметку жалобы жителей о некачественной воде. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!